Добрый вечер! Вы вообще видели, сколько времени? Как вы смогли дождаться и присоединиться к нашему уроку? Для НРА 10 вечера, вы еще не спите, готовы учиться силами. Я вами горжусь! Всем добрый вечер! Песах самех векошер! Хотела бы сказать, что обычно принято говорить веселого и кошерного праздника. Но есть один тип. В Пурим мы обычно говорим кошерного и веселого. Почему? Потому что Пурим обязательно будет веселым, по-другому быть не может. Будет ли он после всего выпитого кошерным, это большой вопрос. Песах по-любому у нас будет кошерный. Месяц мы готовим, все убираем, выкидываем все ненужное. И после этого вопрос, будет ли он веселым, стоит у нас. Поэтому я надеюсь, что у вас Песах веселый, вы все выдохнули, вы начали привыкать к сложившейся ситуации, вы начали кайфовать от общения с детьми, если вы их еще не убили, мужа, если еще не выгнали из дома. В общем, мы здесь, маленькая такая компания для того, чтобы немножечко разбавить обстановку и внести в нее святость. Недельную главу с Божьей помощью мы с вами трогать сегодня не будем. Мы ее оставим на четверг на 7 вечера, как и обычно. Сегодня и завтра в это время я проведу урок для самых стойких. Небольшой, не переживайте, скоро я вас всех отпущу. Больше психология и больше понять, что Всевышний от нас хочет. Привет, добрый вечер всем, рада вас видеть, мои постоянные любимые зрители. В общем, мы сейчас вошли в стадию сферата Омер. Если вы знаете, если вы заметили, мы сейчас начали отсчитывать дни Омера. И этому я бы хотела посвятить два урока. Если вы со мной, давайте начнем. Итак, евреи всегда любят спорить. Два еврея, три синагоги. В эту я хожу, в эту я не хожу, а в эту я ногой не ступлю. Так, я немножко не вижу ваши комментарии. Добрый вечер. Например, самое известное, на что вы, может быть, не обращали внимания, если евреи говорят шалом алейхем, типа привет, что еврей должен ответить. Алейхем шалом. Он и здесь должен поспорить. Он и здесь должен сделать что-то наоборот, но только не согласиться с тем, кто с ним даже поздоровался. В общем, спор это у нас в крови. И как спорить, мы с вами сегодня попробуем научиться. Этика спора. Наша тема сегодняшняя. В Америке на 300 миллионов человек. Вы знаете, сколько партий? Две. Республиканцы и демократы. В Израиле на 8 миллионов человек. Вы знаете, сколько партий? 11. И есть еще 11, которые знают, что делать, знают, как управлять страной, но не хватило голосов для того, чтобы они вошли в Кнессет. Всегда евреям требуется очень много мнений для того, чтобы доказать свою правоту. Потому что каждый еврей, он очень умный. И каждый водитель такси знает, как управлять нашей маленькой страной. Всем привет! Как вы подходите? Присоединяйтесь. Я надеюсь, что вы сейчас поймете. Вы еще ничего не упустили. Сарит, очень приятно. Я уже испугалась. Где вы? Почему вы еще не на уроке? Итак. В Америке. Есть такой знаменитый психолог, которого приглашают на разные лекции. Он пишет книги, выступает, преподает в университете. Его зовут доктор Джон Мурдхай Гутман. И он вывел такое правило. Он сказал, что он в течение 15 минут может посидеть с парой, которая собирается пожениться, и написать на листике процент, который он дает этой паре, прожить 3 года вместе. И что вы? Кашир вы самех. Самех вы, кашир. Спасибо большое. Шалом Питер, шалом Ави, во всех рада видеть. Итак, чтобы вы понимали, он это проделывал уже очень много раз, и 99% он угадывает, проживет пара вместе, или разведется через какое-то определенное время. Как он это делает? У него нет Ро Ахакодыш, он не получает информацию от Всевышнего, и он не гадает на картах Торо. Что он делает? Он раскрыл нам этот секрет, и я очень хочу с вами тоже им поделиться. Он садит перед собой пару, которая собирается пожениться, и дает им тему для дискуссии. Обычная дискуссия, которая возникает в каждой семье. Кто будет просыпаться на полчаса раньше, выводить детей в садик? Будет ли жена дополнительно работать, чтобы закрыть там, я не знаю, счета? Какой каширот у них будет на кухне? Как они будут называть своих детей? В какую школу там хабацкую, не хабацкую они пойдут? Он кидает им эту тему, и дальше он 15 минут сидит и слушает. Он говорит, что иногда даже 15 минут для него мало, чтобы понять, какой процент у этой пары есть до жить, до 120 вместе. Он говорит, здесь есть одно правило. Если пара умеет дискуссировать, если пара умеет выслушать другого, если пара умеет, давай ты так скажешь, а я думаю, что так, а давай вместе подумаем, здесь я с тобой соглашусь, а здесь давай мы с тобой придумаем какую-то другую технику, он увеличивает процент. Если они начинают, все, ты закончила, и тебе есть еще что сказать. Ты что, не понимаешь, что так неправильно? Вот моя мама сказала, что правильно так или иначе. И тогда, конечно же, процент их удачи снижается. В общем, даже до свадьбы у нас есть интересная возможность проверить, подходим мы с человеком или нет, легко нам быть с ним в отношениях или нет, при помощи спора, потому что они возникают обязательно, и они должны быть. И Тора нас поощряет говорить свое мнение, высказывать его, доказывать его, но что делать это правильно, потому что это влияет не только на наши отношения с мужем, с детьми, с окружающими, но и, как мы видим, на всю историю нашего еврейского народа в целом. Почему мы сейчас именно с вами начали говорить про споры? Очень легко, потому что один из споров, который мы вспоминаем с вами уже больше 1900 лет, испортил нам с вами праздничные дни. Сейчас, все эти дни свирата умера, от песок до шубота, 49 дней мы должны были с вами кайфовать. Мы должны были с вами слушать музыку, ездить на море, придумывать, чем мы займемся, какие подарки мы уже попросим, что мы ему сами подарим. В общем, должны были кайфовать. Почему? Потому что это время, когда мы готовимся к свадьбе, это время, когда мы вышли с вами из Галута. Представьте себе, что я уверена, что у каждого из вас возникали уже такие мысли. Чем ты займешься после карантина? Что ты первое сделаешь, когда выйдешь из дома? Как ты изменишься? Что ты захочешь? Куда ты пойдешь? Что ты оденешь? То же самое должно было быть у еврейского народа. Так, мы только вышли из Египта, нас Всевышний ждет. Итак, какой зал выберем? Какая еда у нас будет? Какое платье мы оденем? Как мы подготовимся? Какие имена мы дадим нашим? Я не знаю, как все успеть, как подготовиться к этому всему? И представьте себе, что как только заканчивается карантин, и мы забываем про слово коронавирус, снимаем маски, снимаем перчатки, тут же хазвый шалом, нахлынует какая-то другая зараза, которая заставляет нас сидеть дома. Это ужасно. То же самое происходит и сейчас. Эти 49 дней, которые мы должны были кайфовать, портятся и превращаются в дни скорби и печали. В эти дни мы отменяем бармиц, мы отменяем свадьбу. Все свадьбы должны были пройти до этого дня. Мужчины не стригутся, мы не слушаем музыку. Кстати, то, что мы сейчас с вами слушали музыку, то, что я вам включила песню, и самые внимательные уже давно заметили, что каждая песня в начале урока, она очень подходит к теме урока и даже дает какую-то подсказку. Данная песня не была исключением. Но вот следующий урок, на следующей неделе, когда песок закончится, я уже буду вам включать какое-то капельное пение. Почему? Потому что музыкальные инструменты слушать нельзя, и веселиться нельзя, и радоваться нельзя, и покупать новые шмотки нельзя. В общем, капец, испортили нам весь праздник. Эра в ТОВ Виталий. Что же произошло? Хочу я с вами немножечко разобрать, для того, чтобы вы понимали, что вообще мы с вами обсуждаем, кто новичок. Представьте, нам Медраж приводит такую историю, Машаль, притчу, для того, чтобы нам было легче понять. Царь одной страны очень любил каждое утро после кофе, я не знаю, с круассаном, выезжать смотреть свои владения. И вот зачастил он к месту, где были вырыты ямы, и там сидели заключенные в ожидании своего приговора. И в одной из этих ям сидел заключенный, самый опасный преступник, который очень много натворил, и с ним не знали, что делать. Насколько бы посадить пожизненный или электрический стул. И царь начал с ним разговаривать, как ты дошел до такой жизни, что тобой, как это называется, что тобой двигало, когда ты делал эти преступления. И царь начал понимать, что он кайфует от общения с этим человеком. Этот человек оказался интеллигентом, который знал много языков, который на самом деле не злой, а просто запутался в жизни, не знал, где взять деньги, пошел на такие меры для того, чтобы спасти свою семью. И царь приезжал изо дня в день и понимал, что он кайфует от общения с этим человеком. И тут в один из дней он говорит, послушай меня, я вижу, что ты замечательный человек, и жизненная ситуация заставила тебя прийти в то место, где ты сейчас находишься. Значит так, я решил. Я тебя выпускаю. Ты отмываешься, идешь учиться. Мы делаем тебе суд, который тебя оправдывает, и через 49 дней я даю тебе в жены свою дочку для того, чтобы ты стал частью моей семьи, потому что такой интеллигент, умный мужчина, добрый, с чистым сердцем, но с плохими намерениями мог стать частью моей семьи, и мы с тобой продолжали общаться. И, конечно же, он поднимает глаза к небу и говорит, о боже, что на меня упало, почему я этого удостоилась, и что мне вообще с этим делать. Он вылазит из ямы, отмывается, естественно, каждый день он начинает отчитывать дни. Еще один день, еще один день, скоро я стану членом семьи царской, скоро у меня своя жизнь изменится, и я смогу помочь своей семье, которая не смогла помочь. В общем, он начинает отчитывать дни. То же самое делаем мы с вами. Мы были с вами рабами. Мы почти ничем не отличались от египтян. В общем, если бы вы зашли в Египет в те времена, вы бы почти не могли определить, кто из них евреи, а кто идолопоклонник. Настолько мы с ними смешались. Написано, что Всевышний вывел из Египта Гой Метерам Гой. Гоя из Гоя. Вы понимаете, то есть мы не вывел евреев из нееврейского народа, а Гоя из Гоя. Настолько мы были вообще потеряны. И когда Всевышний говорит, я услышал ваши молитвы, все будет хорошо. Мало того, что я вам даю возможность исправиться, помыться, очиститься, понять, что вы это делали, не потому, что вы плохие, а потому, что жизнь вас так заставила, я вам еще предлагаю выйти за меня замуж. Я предлагаю вам соединиться вечными узами Торы для того, чтобы «Привет, Ханочка, любимая! Рад тебя видеть!» Для того, чтобы мы вместе продолжили нашу жизнь. И, конечно же, эти дни мы считаем и готовимся к свадьбе. Эти 49 дней, поэтому я сказала, должны были быть для нас кайфовыми, потому что мы в роли невесты, которая выбирает себе платье. Звонит нашей любимой Ханочке и говорит, «Ханочка, хочу платье мечты, знаю, что только ты сможешь его сделать». Потому что Хана шьет нереальные, крутые вещи, кошерные, качественные и отсылает по всему миру. Ханочка заслужила 10%. И что же произошло? Почему эти дни? Так, как мы планировали и стали для нас кайфовыми. Почему мы не звоним Ханочке? Почему мы грустим? Окей, все очень просто. В этот период в еврейском народе случилось горе. В течение 33 дней умерли все ученики раби Акивы, которых насчитывалось минуточку 24 тысячи. 24 тысячи людей. Больше, ура, белое платье меня ждет. Что было? Разрушен храм. Римляне пытаются стереть Иерусалим с лица земли. На месте Иерусалима они строят город, который называют Элия Капитолина. Они пытаются закрыть любую память про еврейство, про Иерусалим, про храм, про Всевышнего, про евреев. И единственная надежда, куда направлены все глаза еврейского народа, это раби Акива и все 24 тысячи его учеников, которые были светочем, которые были элитой, которые были сливками общества, которые могли силой своей молитвы, силой своих знаний как-то повлиять для того, чтобы это все перевернулось к лучшему. Но что? Вместо света в конце туннеля мы получаем ничего мы не получаем. Они начинают умирать в течение 33 дней. Это значит, что? Что каждый день раби Акива посещал 700 похорон своих учеников. Не дай Бог такое представить, но мне кажется, что если бы я этот ирок рассказывала в прошлом году, он бы не так звучал нам актуально, как сейчас, когда перед глазами у нас Италия, Испания, Америка, и мы знаем, что такое, когда умирает очень много. Здравствуйте! Вот и мамочка Хана присоединилась. Очень рада вас видеть. В общем, это было страшное время. И любой человек, я немножечко укорачиваю, потому что понимаю, сколько времени, и какие вы молодцы, что вы сейчас не смотрите в Facebook, а подкрутились на меня. несмотря на это, он не ломается, он не говорит Всевышний, тебе не хочется, тебе не нравится весь мой, как это, вся моя фабрика по изготовлению толмит хахамов, может быть, я что-то плохо делаю, и ты от них избавляешься, я больше не буду. Нет. Он говорит Всевышний, что-то тебе здесь не понравилось, я попробую сделать по-другому. Берет себе пять учеников, и эти пять учеников становятся для нас такими столбами нашего еврейства, о которых просто не можно. Вот мы сейчас, нельзя молчать, мы сейчас с Литалькой с Божьей помощью каждый день в течение 40 дней с Божьей помощью, чтобы нас хватило, зажигаем свечу, которая не тухнет, мы ее зажигаем, она суточная, и мы каждый должен просить одну молитву. Я прошу одну, моя дочка просит одну, и с Божьей помощью через 40 дней она должна быть исполнена. В честь кого мы зажигаем эту свечу в честь Раби Мэйр Баля Нес. Это один из учеников Раби Акива. Второй был Раби Шимон Бар Юхай, о котором вы слышали, конечно же, большой каббалист, великий, который написал книги на место захоронения, о которых мы едем с нашими трехлетними мальчиками, чтобы срезать им волосы и оставить кучерявые песики. У нас есть Раби Юда Анаси, который составил для нас Мишну. В общем, Раби Акива не сдался, и слава Богу, потому что без него не было бы этих пяти крутых садиков. Но что? 24 тысячи умерло. И я хочу с вами сегодня поговорить и пытаться хотя бы немножечко понять, какая причина была того, что праведные люди, а они были не то, что праведные, они были... Если мы 1900 лет подряд, каждый год вспоминаем о их гибели, это значит, что они были чем-то особенным, потому что мне кажется, что когда меня после 120 не станет. Ну, может, в честь меня, я не знаю, какую-то внучку назовут, не больше. А их мы вспоминаем 1900 лет, это что-то и говорит. Дальше. Написано в Талмуде, что они умерли от дифтерии, проблемы с горлом. Почему они? Очень хороший вопрос. Почему, вот как в коронавирусе, у нас же нету такой статистики, в которой говорится, что умирают только женщины, только мужчины. Если раньше у нас было, что, к сожалению, эта болезнь очень опасна для старшего поколения, то сейчас мы видим, что и молодые падают, и даже дети от 1 до 9 лет тоже болеют у беременной женщины. В общем, мы не знаем, на кого упадет эта зараза, дай бог не нас с вами. Но что? Та болезнь дифтерия падала только на учеников в рабе Акива. Ну, тут ясно, рука Всевышнего. Если еще в коронавирусе не все понимают, что рука Всевышнего и пытаются найти в этом какие-то природные объяснения, в лаборатории создали, там, я не знаю, кто-то летучих мышей ел, каждый, кто не хочет верить во Всевышнего, найдет отмазки. То есть здесь прям вот непонятно. Этот умер, этот не умер, потому что этот учился у рабе Акива, этот не учился. Самый главный вопрос, который вы каждый должны задать. Вот кто учился, кто удостоился быть в детском садике еврейском, кто удостоил туда детей отправлять, вы знаете песенку, которую все поют. Это один из 12 псуким, которые мы с детьми учим вот с самых ранних лет. Амараби Акива сказал рабе Акива, возлюби ближнего, как самого себя. Это самое главное правило в Торе. Все знают, что рабе Акива сказал самое важное глазаповедь в Торе возлюби ближнего, как самого себя. Скажите мне, пожалуйста, может ли быть такое, что 24 тысячи учеников прогуляли этот урок и не услышали это, все услышали, а возлюби ближнего у них как-то не получилось, поэтому они не уважали друг друга. Ведь в Талмуде написана единственная причина. Это мы уже с вами посредством мудрецов пытаемся понять, что же за причина была, потому что то, что написано в Талмуде, не очень понятно. Единственная причина, приведенная в Талмуде, они не давали уважение друг к другу. Во-первых, вопрос, почему именно ученики рабе Акива, который был оплотом любви к другому еврею? Второе, с каких это пор за неуважение к другому человеку умирают? Они не убили, они не украли, они не прелюбодействовали, они были праведниками, ну не уважали они друг друга. Не дай Бог, если я у каждого из вас спрошу, всех вы ли уважаете, никто из 63 уважаемых зрителей не скажет, что он вот прям уважает всех без остатка. И тут сплошные вопросы, почему именно эти ученики? Почему именно как, почему за 33 дня? Почему именно от этой проблемы, которая так была чужда рабе Акиве? Это все с Божьей помощью мы ответим к концу урока. Окей, мы с вами можем сказать, я сразу вам говорю, для того, чтобы немножко не затягивать. Эти слова, что возлюбив ближнего как самого себя, рабе Акива сказал, когда? После того, как умерли его ученики. То есть на самом деле ученики не были на этом уроке, потому что рабе Акива это сказал посредством того, что они умерли, он принял на себя вот такое вот правило. Но нам не надо, чтобы рабе Акива об этом говорил, ведь у нас в Пиры Кеа Вод, который мы с Божьей помощью будем начинать учить на следующей неделе. Кстати, я хотела у вас спросить, учите ли вы Пиры Кеа Вод, есть ли такой урок на Вае Крае, хотите, учить Пиры Кеа Вод вместе какими-то маленькими уроками, потому что так делают все уважающие себя люди со следующей недели. Если да, если вы уже учите, слава Богу, я буду сама учиться, только скажите, хочу быть для вас полезной. Окей, хочу вам рассказать три истории, которые показывают, кто такой был рабе Акива. Первое. Он до 40 лет не умел читать и писать. Он был неучим, он был очень скромным человеком. Он паскот у богатея, которого звали Кальба Саво. Он ничем не выделялся, работал, получал свою мизерную зарплату, так и жил, пока на него не положила глаз дочка этого бизнесмена, этого миллиардера, которого звали Рахель. Ее хотели все. Было бы хорошо Пиры Кеа Вод. Обожаю Пиры Кеа Вод. Это просто гениальная книга. Я буду счастлива с вами ее учить, если вы до сих пор не учите. Если учите, я не хочу никому составлять конкуренцию. Итак, Рахель хотели все, но она посмотрела на рабе Акива и сказала, я хочу именно его. И она сказала папе о своем желании. Он, конечно же, был против, потому что хотел себе зятя побогаче, чтобы поделить с ним бизнес, чтобы сделать империю. Как он вообще будет говорить своим друзьям за столиком, я не знаю, за игрой в покер, что вот у него такой зять Раби Акива, который раньше был его водителем. Он сказал, я не буду участвовать в свадьбе, я не буду тебе помогать, я не признаю ни его, ни тебя. Вау! Мечта жизни! Тогда с удовольствием, Лера! Даже если остальные не захотят, буду учить только с вами. Блин, Эдер! Спасибо! И он никак не участвовал в их свадьбе, у них была очень скудная свадьба, и они жили в таком бараке, у них не было кровати, они жили на соломе и укрывались тоже соломой. Рахель, которая привыкла жить в вилле с бассейном, ни в чем себе не отказывая. Представьте себе, на какие жертвы она пошла ради того, чтобы быть с Акивой. Значит, что-то она в нем нашла. И вот одно утро, она проснулась, и Раби Акиво видел, что у нее в волосах застряла сено. И он сильно заплакал. И он сказал, дорогая моя Рахель, как я мечтаю, что у меня вскоре появятся деньги, и я вместо этой соломы поставлю тебе в волосы золотую диадему. И там будет написано, если я забуду тебя, Иерусалим, и она будет самая красивая, такая же, как и ты. Он был романтиком, не то слово. Но когда у Рахель спрашивают, почему она выбрала Раби Акиво, она говорит, что он был, как написано, цануа в эмеуле. Он был скромный. И слово эмеуле в Талмуде приводится, как что-то искреннее, честное. Это мужчина без понток. Это мужчина, который делает и не говорит. Это мужчина, который уважает и не требует уважения взамен. Настоящий мужчина, качество, которое хочется видеть в каждом. Вторая история, которую я вам хочу рассказать, случилась с одним бедняком, который не знал уже, чем прокормить свою семью и решил отправиться на заработки на три года пасти скот у богатого человека. Он уехал из города и три года не видел свою жену. Все эти три года он не получал зарплату, он получал крышу над головой, он получал подушку и одеяло и в конце ему должны были заплатить. Перед емкий пуром, когда этот человек сказал своему хозяину, я отработал у тебя три года и хочу наконец-то вернуться к жене, которая меня не видела три года, дай мне, пожалуйста, зарплату, хозяин сказал, извини, а денег у меня нет. Как? А, ну дай мне коз, которых я пас. Он говорит, нет, и козы тоже не мои. Ну дай мне хотя бы подушку и одеяло, на которых я спал. Нет, это тоже не мое. Ну дай мне хоть что-то, ведь я три года у тебя работал, я не могу вернуться с пустыми руками. Извини, я не могу тебе ничего дать, у меня ничего нет. Этот человек возвращается домой с пустыми руками. Прошел емкий пур, после емки пура он открывает дверь и видит, что едет тот хозяин с огромными телегами, подушек, какого-то золота, жемчужина, еды, коз, и говорит, возьми, пожалуйста, но мне очень интересно, почему ты не подал на меня в суд, почему ты не убил меня, почему ты уехал и даже не попросил у меня расписку, что я тебе должен найти деньги. И этот человек говорит, когда ты это сделал, я попробовал посудить тебя в хорошую сторону. Я решил, что, наверное, ты вернулся к вере и стал таким праведником, что ты посвятил Всевышнему все, что у тебя есть и остался ни с чем, потому что то, что принадлежит Всевышнему, ты не мог мне дать. Вау! Какой ты крутой! Я благословляю тебя, чтобы Всевышний также тебя оправдывал всегда в лучшую сторону, как сделал ты для меня. Я хочу тебе дать еще и чаевые, добавил там еще какой-то кэш. Кто был этот человек? Гмара рассказывает, этим человеком был Раби Акива. И из многих-многих историй, которые вы знаете и не знаете, я бы хотела выбрать еще одну, немножечко вам ее напомню, для того, чтобы вы поняли вообще, про какую личность мы с вами говорим и что можно было учить от его поведения, даже без того, что он открывал рот и говорил свои хи-душим, свои новшества, которые просто теряешь голову от их гениальности. когда-то между мудрецами был спор, достойны ли люди, которые вышли из Египта, будущего мира, те люди, которые потеряли свой облик, которые были внешне похожи на египтян, которые выглядели как не евреи, как египтяне, достойны ли они будущего мира, если даже Мушарабейну сказал, что пока это все поколение не вымрет в Египте, я не смогу завести его в Израиль. В Израиль зашло уже новое поколение, не знавшее, что такое быть рабами. И все они спорили, и рабе Акива сказал, они не попадут в будущее мира. И все мудрецы забыли вообще о каком вопросе они говорили, что они обсуждали, какие мнения они приводили. Они начали охать и ахать. Вау! Рабе Акива оставил свой Хаседут, спрашивали они. Рабе Акива сошел с ума. Что могло произойти, чтобы рабе Акива мог допустить мысль, думать про другого человека плохо? Наверное, что-то здесь не так, или есть глубина в том, что он говорит. И дальше уже обсуждается не мнение каждого из этих мудрецов, а что мнение рабе Акива, чтобы оправдать его, как это он сказал плохое про других евреев. В общем, все понимали, что рабе Акива это чистая любовь, чистое понимание. Всем привет присоединившимся, рада вас видеть, к сожалению, не слышать. Итак, этот человек с качеством которого мы немножечко с вами ознакомились, ясно, что мог воспитать только праведных учеников, а их было 24 тысячи. И подумайте, что они все жили не рядом с рабе Акива, заразились дифтерией и умерли. Они жили, были раскиданы по всей стране, они вообще не были вместе. И они все до одного умерли. И мы с вами хотим понять, что произошло, что случилось, как эти люди могли не уважать друг друга. Ведь мы с вами знаем, что каждый урок Тора нас хоть чуточку меняет и делает лучше. Они целыми днями слушали рабе Акиву, когда они с ним не встречались. Они в Зуме делали конференции, я не знаю, на Вейкраине встречались. Как такое может быть, что они не уважали друг друга? Скажите, не кошерное ели, скажите, у них были какие-то другие свои слабости, но не уважать это вообще не подходит от ученика в рабе Акива. Такого не могло быть. А если могло, давайте с вами поймем, какая глубина находится вообще во всей этой истории. Все мудрецы сводятся к одному мнению, что здесь замешаны две вещи. Какие-то две вещи, которые в одно время, как-то говорят, неудачное время, неудачный час, объединились вместе, и произошло то, что произошло, потому что все мудрецы говорят, невозможно от Всевышнего получить кару смерть только за неуважение друг другу. Значит, произошло здесь что-то другое. Я вам приведу два мнения. Первое говорит, что это произошло на восстании Бар-Корба. Мы знаем, что был такой лжемессия Бар-Корба. Кто не знает эту историю, или я вам расскажу в следующем уроке, или вы ознакомьтесь с ней с Аней, и раби Акива поддерживал Бар-Корбу, и его ученики вышли на восстание, и, наверное, на этом восстании они все погибли. этим самым можно объяснить, почему это случилось в такой маленький промежуток времени. Вон у нас короны сколько длится, я сбилась уже со счету, сколько мы сидим в этом карантине, а там вот просто 33 дня и 24 тысячи человека как будто и не было. Это первое мнение. Второе мнение говорит раби. Мне оно кажется очень таким красивым, как обычно. Раби по-другому не может. Раби говорит, здесь было замешано Айнара, дурной глаз. И я сразу вам скажу, что не бойтесь, дурной глаз, он не такой простой, как нам кажется. И не каждый может нас сглазить, и не каждого можем сглазить мы. Но очень красиво эта история обсуждается раби, потому что сто лет позже написана у нас в Иерусалимском Талмуде история про одного из учеников раби Акива, которого звали раби Юда Анаси, если я не ошибаюсь. Да, раби Юда Анаси, у которого тоже было 24 тысячи учеников, которые умерли в маленький период времени. Вы о них, конечно же, не слышали, и я о них раньше не слышала до того, как начала учить этот ирок. И тут раби наш приходит и говорит, не зря 24 тысячи там и тут. Мы их можем связать и увидеть какую-то связь и решить нашу проблему посредством той. Спасибо большое. Очень приятно всех вас видеть, слышать, получать хорошие отзывы. А про тех учеников написано напрямую. Когда они ехали на какой-то Этвадут, на какой-то урок, в другой город, когда они зашли в поезд, то они заполнили с собой все вагоны, и лежали просто как кильки одна на другой. И когда этот поезд с учениками Раби Юда Анаси приехал в город, все жители вышли для того, чтобы увидеть это чудо и начали между собой говорить, ого, чем он заслужил столько учеников, откуда у него столько учеников. И я вам хочу сказать очень важную вещь. Если только ради нее мы бы собрались здесь с вами, этого было бы достаточно. Как действует зависть? Как действует без кабалы? Я думала, без пива. Без кабалы не поймешь. Мы туда с вами не заходим, пытаемся с помощью хасидизма немножечко войти вглубь того, что нам прямым текстом непонятно. когда я говорю, ого, конечно, у нее столько детей. И такие они все умные и красивые, и муж у нее такой. И что это у нее денег столько много? Вроде не работает, а все себе позволяет. Переки каждый месяц покупает. Ну, я не знаю, как у мужчин, у женщин часто такое бывает, что мы смотрим в сторону другого и даже подсознательно начинаем думать, и что это у него есть, а у меня нету. И тогда что происходит на небесах в этот момент? На этот момент открываются две книги. Одна этого человека, другая наша. И Всевышний смотрит. Слушай, хороший вопрос она задала. А что это у нее столько детей? А что это они такие красивые? А что это напряки себе позволяет каждый месяц покупать? Он открывает книгу и смотрит, а заслужила ли она все это? Кто-то из вас может сказать, что он заслужил честно, отработал все то добро, которое он получил, от Всевышнего вот даже сейчас? Вы заслужили такого мужа, таких детей, таких друзей, такую квартиру, такое окружение, да все что угодно. Я за себя могу сказать, что я ни одного своего ребенка не заслужила. Я каждый день им говорю, спасибо, что ты выбрал нашу семью, чтобы я без тебя делала, как ты вообще такое чудо к нам спустилась. и то же самое происходит с книгой человека, который говорит, подожди, ты всем недоволен, ты завидуешь, тебе мало того, что у тебя есть, открывается книга этого человека. И Всевышний понимает, я тебе и здесь дал, и здесь дал, и здесь дал, а тебе не хватает, а ты смотришь в сторону другого, а ты продолжаешь завидовать, когда я тебе дал в тысячу раз лучше, чем есть у него и у этого и у этого забирается. Насколько важно следить за своими мыслями и словами и понимать, помните, как я всегда это люблю приводить, этот пример немножко отходим, но мне важно это сказать и довести эту тему до конца. В 10 заповедях у нас сказано не возжелай, я по-моему вам когда-то это говорила, но это важно, я буду повторять, не возжелай дома ближнего своего, его жены ближнего, своего осла ближнего, своего детей ближнего, своего, и все, что есть у него. Выникает вопрос, подожди, или ты перечисляешь там кучу-кучу всего, и на этом заканчиваем, или ты говоришь не возжелай всего, что есть у другого, и этого тоже достаточно. Зачем сначала перечислять, а потом говорить и всего? Очень легко, потому что если ты желаешь всего хорошего, что есть у такого человека, это значит, что ты желаешь все, что за рамками, И все, чего ты не видишь, каким способом он добился этих денег, этих детей, какие нервы он пережил, какие болезни у него были, какие у каждого из нас. Помните эту историю, что если бы каждый из нас повесил проблемы свои в кулечек и предложили бы каждому человеку поменяться проблемами с любым другим, мы бы все равно выбрали свой кулечек. Потому что все, что дает нам Всевышний, это значит, что оно нам под силу. Я в жизни не выдержу испытания людей, которые рядом со мной. Всевышний мне их не послал, значит, у меня нету на них сил. И по-другому можно посмотреть. Если вы сейчас проходите какое-то испытание, и вам кажется, что у вас нету на него сил, знайте, что есть, иначе это испытание не было бы вам послано. Так вот, люди начали говорить, что это у него столько учеников. Всевышний открыл книги, увидел, что он на самом деле не очень-то и заслуживает такое большое количество учеников. И они все от дурного глаза умерли. Говорит Раби, скорее всего, это приходит нам рассказать, что с учениками Раби Акивы произошло то же самое. Их было очень много, они все были очень умные. Каждый раз, когда, знаете, как, если идет религиозная женщина, модная, красивая, то с 99% уверенности можете знать, что она хабадница. Потому что хабадница очень много уделяет внимания своему облику, потому что только ухоженная, красивая, модная женщина может приблизить других евреев в галоте, соблюдать. Я в этом уверена и рада, что Раби позволил нам носить парики, красиво одеваться, а не кутаться в черный мешок и быть скромной для всех и всюду. Мы скромные, но опрятные. Это немножко другое. Итак, секунду, что-то я немножко уже сбилась. Открыл тогда Всевышнюю книгу, увидел, что ученики Раби Акивы не уважают друг друга, и решил, ах вы, так, накажу-ка я вас за это. Как они не уважают, мы вернемся с вами немножечко позже. Сейчас я вам хочу рассказать малюсенькую историю, но она, ну, в общем, каждая из нас в сердце позавидует. Такая история. Она произошла с знаменитым праведником, который жил в наше поколение, которого зовут Рэб Шелумзалман Айербах. О нем есть очень много историй, он такой прям личность. И когда не стало его жены, он, конечно же, участвовал в фаминках, он попросил возможность сказать пару слов над могилой своей жены. И это человек, который был очень скромный, он публично не выступал, он писал книги, он, ну, в общем, он был очень скромный. И он взял слово, и все замерли от неожиданности, потому что он сказал, «Любимая моя жена, принято в последние минуты расставания с человеком просить у него прощения за все те обиды, которые они друг другу причинили во время жизни. Но я думал и думал и понял, что у меня не за что просить у тебя прощения. За все 60 лет нашей совместной жизни не было ни одного момента, когда я сделал тебе больно, когда я тебя не выслушал, когда я сделал что-то не по твоему совету. Поэтому мне хочется на этой могиле поблагодарить тебя и благословить всех присутствующих для того, чтобы они могли похвастаться такими отношениями, которые были у нас». И, конечно же, эта речь всех тронула. Потом к нему подошел ученик и спросил, «Но скажи, Раби, как такое может быть? Вы 60 лет прожили вместе. Неужели вы не ссорились? Неужели вы не дрались? Неужели у вас не возникало споров, куда отправить ребенка? Кого пригласить на шаббат? Какие блюда? Сколько денег тратит на еду, я не знаю, на одежду?» От начала до конца женщина, которая хочет, она найдет, как поссориться с мужем. И он сказал, «Как? Конечно, мы с ней ругались, конечно, у нас были ссоры, но не было ни одной ссоры, которую я переходил грань и обижал ее. Не было ни одной ссоры, где я не соглашался с ней. Было, что я не соглашался со словами, которые она сказала, но я уважала ее, она уважала меня. И мы всегда находили общий язык и никогда не повышали голос друг на друга. Я вообще каждому желаю дойти до такого уровня отношений к себе в первую очередь. Я не знаю, как там у вас. В общем, мы возвращаемся с вами к началу урока. Искусство спора. Как правильно спорить? Мы знаем с вами, что вся тора у нас основана на спорах. Не тора, извините. Весь талмод, вся гмора. У нас есть маленькая часть, где написано... В общем, не буду вам объяснять. Вся гмора и вся мишна — это споры. Этот сказал так, этот сказал так, а этот, а этот, а этот — миллион споров. И это самое крутое. Вы попробуйте один раз поучить гмору. Это просто взрыв мозга. Это высшая математика. Это столько надо всего держать в руках. Только вам кажется, что вы... В мозгах. Только вам кажется, что вы нашли правильный ответ. И тут же приходит еще какой-то мудрец и говорит, «Все фигня, все неправильно. Я вам докажу обратно». И начинается все сначала. В общем, на спорах построен весь иудаизм. Только благодаря спорам мы поняли, какие заповеди мы должны соблюдать. Потому что, когда нет споров, нельзя прийти к истине. Это важное правило, которое обязательно должны спорить. Я вам когда-то рассказывала эту историю. Кто не пропускает мои уроки, вы ее сейчас вспомните. Кто пропустил, я вам немножко напомню. История про Раби Йоханан и Раиш Лакиш. Спасибо вам большое всем за отзывы и за то, что вы со мной. Боже мой, вы видели, сколько время? Раби Йоханан, он был большим-большим праведником и красавцем. Просто с ума сойти. Раиш Лакиш, он был мафией. Сильной мафией, которой руководил. У него были шайки, у него была компания, у него были протекции. В общем, он такой был там весь крутой. И вот как-то раз решили они покупаться. Встретились. И Раиш Лакиш смотрит на Раби Йоханана и говорит, Ого, твою красоту, да использовать в правильное русло, сколько женщин ты бы свел с ума, вах-вах-вах. А Раби Йоханан не растерялся и говорит, Твой бы ум и смекалку использовать в правильное русло, направить бы их в изучение Торы, ты бы такого достиг, ты себе не понимаешь. Знаешь что? Ты говоришь, что я красавчик. Моя сестра красивее меня в тысячу раз. И я тебе обещаю, я сделаю между вами шедух. И может быть даже она согласится выйти за тебя замуж, если ты целый год посвятишь изучению со мной в Хиворубуте Торы. И реально они достигли в месте невероятных высот. Раиш Лакиш женился на сестре. Они стали родственниками, они учились. И в общем, когда-то произошел спор. Очень странный. Они... Я, наверное, с вами залажу немножко глубоко, но давайте его вспомним, потому что кто слышал этот урок, он тут же поймет, в чем фишка. Они спорили. Когда оружие приобретает туму. Когда оружие можно сделать нечистым. Кабала. И раб Йоханан говорит, как только это оружие уже готово, его вылили, оно горячее, вот тогда оно уже считается оружием, и его можно использовать для убийства, поэтому оно уже может принимать туму. А Раиш Лакиш говорит, нет, оно еще не готово. Как только его высунули из печи, его надо еще окунуть в холодную воду. И только тогда оно приобретает свой законченный вид и может уже быть принимать туму. И тогда раб Йоханан на него смотрит и говорит, ха, а что я с тобой спорю? Это же вообще твоя стихия. Кто, как не ты, знает, как делать оружие и как вообще этим оружием убивать. Он не понял, что он сказал. Раиш Лакиш его это задело. Он сказал, что стоит моя вера, что стоит мое изучение, если мое прошлое будет всегда за мной ходить и никогда не сотрется мое прошлое. Помните, мы с вами, по-моему, перед Йом-Кипуром говорили, что делать с нашим прошлым и как начать жизнь с нового листа. И Раиш Лакиш от него ушел, раб Йоханан сошел, начал сходить с ума, и ему тут же начали давать новых людей, которые будут с ним учиться, для того, чтобы он продолжил учебу, потому что были люди намного умнее Раиш Лакиша. И вот они дали ему одного из самых умных людей того времени. И на каждое слово написано, которое говорил рабе Йоханан, он давал ему 24 подтверждения, где это написано. И там, и там, и там, и там. Вы настолько правы. И такой, и такой, и такой раввин говорят так же, как и вы. И рабе Йохананан посмотрел на него и сказал, чего ты стоишь? Что твои знания? Вот и Раиш Лакиш, он давал мне 24 вопроса, 24 усложнения на то, что я говорю. И мы начинали с ним спорить, и в споре и рождалась истина. Ведь это крутые отношения, когда в паре не поддакивают друг другу, не говорят, да ладно, все, покупай, бери, делай, что хочешь. Вроде есть согласие, вроде не спорят, но ты не чувствуешь, что у тебя с человеком связь, не чувствуешь, что вы вместе решаете какие-то вопросы и соединяете. Самое крутое, это когда есть спор, и вы поговорили, и достигли консенсуса, и вы стали ближе, и вы поняли, как вести диалог друг с другом. Поэтому споры, они очень важны. Но как сохранить уважение во время спора? И что же делали не так ученики Раби Акива? Вот совсем скоро, вот прям вот столько, и все. Мы с вами дойдем до конца. Завтра продолжим. Окей, проблема была в учениках Раби Акива одна, но она была очень большая, за это они поплатили смертью. Они при споре с другим видели в другом грешника. Я вам сейчас объясню. Они не говорили, ты ошибся. А они говорили, ты неправильно услышал слова нашего Раби, ты плохо слушал на уроке, ты сейчас коверкаешь то, что он говорил, ты сейчас изменяешь слова нашего Рабина, да как ты мог вообще так поступить? Они не были плохие. Они хотели добиться правды. Они хотели, чтобы все понимали то, как понимал каждый из них. И что самое главное, в них было очень много любви. Ведь мы с вами знаем, что когда какая-то, я не знаю, тетка на улице делает нам замечания, иногда мы с вами что говорим? Ой, да ладно, что я с ней буду спорить? Первый и последний раз в жизни я ее вижу. Потому что нам на нее... На кого нам не все равно? Правильно, на наших близких, потому что мы их так просто не пошлем. Мы с ними будем видеться каждый день, и нам надо научиться с ними спорить. Так вот, они настолько любили друг друга, что они хотели донести истину. Ты не прав, ты не исполняешь правильно, ты не понимаешь правильно. Они видели друг в друге грешника. А не просто человека, который неправильно понял слова своего учителя. И они настолько любили друг друга, что они были не готовы принять ошибку. Потому что за каждую ошибку в том мире нас спросят. А они настолько переживали не только за свое духовное наследие, но и за других, что вот такими способами они пытались доказать свою истинную, единственную, правильную точку зрения. Ааа, в Калифорнии час дня. Класс. Ааа, вообще, весь мир Бляйнера. Раби Акива, он был сам по себе ревнителем. Он искренне соблюдал всю Тору. Он очень хотел быть совершенным в каждой вещи. И его ученики это наследовали от него, но только не в правильном русле. Самое главное... Спасибо большое. Самое главное... Они... Вот иногда зависть нас толкает... В зависти есть два варианта. Или я говорю, я ему завидую, и поэтому я возьму весь свой потенциал и сделаю лучше. Вот у нее это получилось. Я тоже хотела это сделать, но я завидую ей, и я докажу, что я могу лучше. А второе... Второй вид зависти это когда... Ааа, слышь, она тоже открыла такой магазин. Я подожгу, я ее прокляну, я сделаю что-то плохое. Вы понимаете? Зависть нас может поднимать, и зависть нас может опускать. Вот у них была зависть, которая опускает их, которая не дает возможности видеть в другом личность. И самое главное правило, которое мы должны с вами выучить из этого урока, надо судить, надо, послушайте, надо судить то, что говорят, но ни в коем случае нельзя судить того, кто говорит. И это очень важное правило. Знайте всегда, что ваш муж, ваша жена, ваш ребенок, они самые лучшие. И то, что они сейчас неправы, это только часть их, это только оболочка. Не надо сразу переходить на личности и говорить, ты глупый, ты ничего не понимаешь, переход на личности, это то, что сделали ученики Раби Акива и погубили сами себя. Правильно, как делать замечание ребенку? То, что ты сказал, неправильно. Я не верю, что ты так мог сказать. Я не знаю, как правильно говорить. Я тоже не идеальная мама, но я очень стараюсь. Тебе не подходит это делать. Я знаю, что если бы ты постарался, у тебя бы получилось намного лучше. Мы судим только действия, и никогда не самого человека. Это то, на чем они ошиблись. Очень красивое правило есть у нас в Талмуде. Я очень хочу, чтобы все мужчины сейчас приблизились к экрану и послушали внимательно. Итак, в Талмуде сказано, люби свою женщину, свою жену, как свое тело, уважай ее больше, чем свое тело. То есть, люби ее как себя. Если ты думаешь, как бы тебе отдохнуть от работы, подумай, как она может отдохнуть от работы, ведь она тоже целыми днями с детьми, и не думай, что это все так просто. Если ты думаешь, как бы тебе уютнее сесть, посмотри, что у нее тоже есть подушка. Где бы тебе летом отдохнуть, потому что ты так устал? Подумай, что она тоже хочет, а может быть, ей нужен немножко другой отдых. Думай о ней так же, как ты думаешь о себе. Так же. А уважай ее больше, чем себя. И где здесь большая разница? Я хочу, чтобы вы это поняли. Между любить и уважать. Почему любить надо меньше, чем уважать? Потому что любовь это эгоистичное чувство. Любовь, она присутствует только тогда, когда я ее люблю, потому что мне с ней хорошо. Я ее люблю, потому что она делает мне приятно, она делает мне весело. Он делает мне уверенный завтрашний день. Он мне, он мне, мне. Любовь чаще всего живет в эгоистических намерениях. Мне с ним хорошо. Задумайтесь, если я у вас спрошу, за что вы любите свою жену? Прислушайтесь к своим словам. Потому что мне с ней хорошо, потому что она вкусно готовит, потому что она мне рожает хороших детей. Так, знаете, вы любите мне жену, вы любите сами себя. Это очень важный показатель ваших отношений, где надо работать. Не то, что у вас все плохо ни в коем случае, а то, что есть еще, где стремиться сделать лучше. Помните эту историю про рыбу, когда выловили большую тортик ей? Да. Когда выловили большую рыбу, и вот она уже читает виду ее везут в сетях, и она знает, что она скоро умрет. И тут она слышит разговор этих двух продавцов «О, кто купит у нас эту большую дорогую рыбу? Только любитель рыб. Давайте ее отвезем к самому богатому шмулику». Он так любит рыбу, он так любит рыбу. И тут же рыба перестала говорить и ведусь свою последнюю молитву, а начала воздавать хвалу Всевышнему. «О, меня отправят к человеку, который любит рыб. Вот я и заживу. Наверное, мне будет лучше, чем в этом грязном озере. Наверное, меня поставят, я не знаю, в чистую воду, я там буду один». И этот Моти, я не знаю, как я его назвала вначале, покупает эту рыбу, кладет ее на стол, заносит нож над ее головой, и она начинает кричать «Лжец, ты любишь не рыбу, ты любишь себя». Когда мы говорим «Рыб», что мы кого-то любим, мы чаще всего любим себя. Уважение, и на этом я хочу закончить мой урок. Уважение – это альтруизм. Уважение – это работа. Уважение – это когда ты понимаешь, что другой человек напротив тебя, он может думать по-другому, он может любить другие вещи, он может желать, он может… У него свои тараканы в голове, но ты его любишь, ты его уважаешь, ты его принимаешь, какой он есть, и не судишь, и даешь ему в вашей ячейке общества, в семье проявлять себя. Не задавливаешь его, а говоришь «Проявляйся так же, как у меня есть свои тараканы в голове, так же и у тебя». Давай или их подружим, или они будут жить каждый в своей комнате, но не ссориться, не переходить на личности. Уважать, чтобы мы никогда не допустили тот грех, который допустили ученики Раби Акивы. Рыба читает виду, и ну, вся эта история была примером. О, поздравляю, Олег, с днем рождения! Вы знаете, что надо сделать в день рождения? Обязательно дать цдаку, прочитать свой новый Тейлим, который на один больше того количества лет, которое вам стукнуло, и взять на себя хорошее решение. Например, что вы каждый четверг будете всем вечера откладывать свои дела и слушать рог Торы от 1р. спасибо вам большое, с Божьей помощью, завтра я хочу с вами провести еще один урок по Сферата Омер, тоже в 10 вечера, очень интересный урок, на мой взгляд, как приблизиться ко Всевышнему, как не отдалиться, всякие тоже психологические штучки, и в четверг голова Шмени в 7 вечера, и она просто нереальная, я ее даже не меняла, я ее в прошлом году давала уже, и в этом году повторю, потому что она такая крутая, что у меня хочется ее еще раз, еще раз, главное, во первую очередь, себе повторить, а потом уже и вам спасибо, завтра 10 вечера, место встречи изменить нельзя, а не выключается, не выключается, Элькона, поздравляю, якобы, где тебеópalo, а не выключается, это, какой Big Car, Продолжение следует...